Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня находимся в гостях деда Натса Сергия, Мирон Досычев Сергей Евгеньевич. Служит в одном из наших храмов в Санкт-Петербурге. Однажды, лет 40 назад, немножко с небольшим, примерно так и было, с Санкт-Петербургом, когда он еще был совсем молодым, с ним произошло одно очень необычайное событие, о котором мы сейчас хотим поговорить, о котором он сейчас отец Сергий согласился нам рассказать. И начнем мы с того, где, когда это было, кем тогда был, и что с тобой случилось в тот день, необычайное. Необычайное, естественно, он стал после того события, конечно, когда оно произошло. А до того был самый обычный день и даже не самый лучший. Я был тогда студентом второго курса института и болел. Болел непонятно какой болезнью, но болел у меня и в животе, болел у меня и в грудь, и сердце. Все болело, и никто не знал, что это такое. Кто не знал? Не знали врачи из поликлиники, например. У меня был отец, который, к сожалению, недавно ушел в Мироной. Тогда он был полон сил, был профессором Первого медицинского института. И взялся он за мое здоровье, договорился, отвел меня в больницу Мечниковскую. И там меня приняли в энтерологическое отделение, в гастроэнтерологическое отделение. И в ту же ночь, еще до всяких анализов, до всяких лечений, я неожиданно для самого себя умер. И понял это только тогда, когда уже довольно долго, несколько минут, а может быть даже и полчаса, находился сам в смерти. Когда я сам видал свое тело, когда я пытался разобраться, где же я, вот я стою, а вот лежу. То есть ты понимал у вас, по-моему, как сон или как-то? Первое ощущение. Началось все с того, что меня положили на койку уже поздно вечером. По каким-то причинам задерживалось мое оформление, потом задерживалось определение конкретной палаты. В конце концов, когда меня привели, было где-то часов девять вечера. И в палату я там получил, что мог, это одеяло, простыни. Но казалось, что палата холодная и продувается ветром даже при закрытых форточках. Был очень холодный вечер и ночь, ветреная, промоцлая. И я выяснил, что все спят по двумя-тремя одеялами. У меня было одно одеяло, я как-то замерз. И начиная замерзать, я чувствовал себя все хуже и хуже. А позвать кого-то было стыдно, меня только что положили в больницу. Я терпел, пытался как-то согреться, что-то на себя накинул. Но странное дело, я не мог согреться. И в то время, когда я уже почувствовал, что совсем мне плохо, и что у меня начались фибрилляции в сердце, то есть сердце билось пару ударов хорошего, а потом не ритмично. Оно перестает биться во время фибрилляции, начинает трепыхаться. Ну, это типа аритмия. Нет, это даже аритмия, это понятно, что не ритмично бьется сердце. Есть экстра состолей, когда происходит несколько ударов, потом молчание в сердце. А это фибрилляция, то есть сердце ударило, например, пару раз, а потом вместо ударов начинается такое потряхивание некоторое, какая-то вибрация в сердце, а само удара не происходит. Так в нарастающем темпе довольно быстро это все происходило. Я попытался уже звать сестру, не стесняясь ничего, но оказалось, что поздно, сил уже нет. Я вот такой прохрипел-похрипел, и чей-то мощный, добрый, но очень властный голос сказал «Прощайся». Настолько был внятным, мудрым, внушительным, спокойным и убедительным, что я ничего не стал обдумывать, потому что это, наверное, меня убедило, что это было нечего, да, что я взял и попрощался. И было понятно, как прощаться. Надо было попрощаться со всеми. Надо было попрощаться с этим миром. Надо было простить всем все. Надо было оставить всякие надежды на какое-то продолжение и вступать в нечто или куда-то, что я не знаю. Полностью оставить все за собой. Я это сделал благодаря тому чувству, которое мне дал этот голос. Я понимаю, что он в какой-то мере сделал правильно, потому что фибрилляцию у меня уже полностью захватили сердце, я уже не чувствовал, что оно бьется. И я довольно быстро начал провалиться куда-то в темноту. Через некоторое мгновение я уже чувствовал, что я не просто провалюсь, а я лечу. Лечу с большой скоростью, с очень большой скоростью, удары, колокола я слышал, какие-то внушительные бомбы. Темная среда, темная среда. И чувствовал, что если я когда летел, попытаюсь чувствовать, есть ли стенки вокруг, ощущение было, что да, что-то есть. Но ни одной стенки я не видал. Я вот летел, как это говорит, черный тоннель, но этот черный тоннель я ощущал, но не видел. Ощущал каким-то шестым чувством. Летел я очень быстро через это. И какие-то искры летели прямо то ли мне навстречу, то ли как-то да вокруг. Удары колокола довольно долго сопровождались. Потом в какой-то момент я в конце тоннеля от этого, или в конце, впереди по курсу моего полета, некий просвет. И довольно быстро там оказался. Я оказался в свете. Когда пришел в себя, я в доповедал, что я стою в палате. Ответ в палате? Да. Только уже стою. Не лежу в кровати, а стою в палате. И все как бы так. Ну только я посреди палаты, а на моей кровати уже кто-то лежит. Это было настолько удивительно, что я начал думать, сколько же я был в бессознании. Сразу начал оправдывать себя. Оправдывать каким образом? Что же со мной произошло, что я оказался... Анализировать. Да, анализировать, да. И срезать таким образом. Видимо, я решил, что я в бессознательном состоянии был. Меня куда-то унесли в другую палату. Я там лежал. Потом в каком-то не тоже полубессознательном состоянии прибежал в свою палату. И вот я сейчас вот пришел наконец в себя. Но уже поздно, уже кого-то положили на мою кровейку. Значит, я довольно долго был в бессознании, раз все это успели сделать. Я пригляделся к тому, кто лежал на мою кровейку. И сказал, что лежит там молодой человек, очень похожий на меня. И я подумал, какое странное совпадение. И решил поближе посмотреть. Посмотрел, и сказал, что это не просто странное совпадение, это какая-то имитация меня. Чувствую себя, я здесь стоящим. А тот, я не знаю, чувствует элит, но он полная копия меня. По крайней мере, вот так вот. А дальше одеяло. И тогда я немножко, возмутившись, думаю, это вряд ли возможно в больничной ситуации, чтобы вместо меня положили еще очень похожего человека. Необычная ситуация. Может быть, это какой-то эксперимент психологический. Я решил разоблачить этот эксперимент сразу, вначале. Я схватился за одеяло и попытался его скинуть, убедав, что же там под одеялом еще, наверное, человек мало похожий. Но оказалось только, что я промахнулся. Я, хватая одеяло, не успел его схватить. Тогда я уже аккуратно начал рассчитывать все движения, хватать одеяло, и оказалось, что я хватаю сквозь одеяло. Одеяло не хватается. Тогда я стал приглядываться, мне даже от удивления как-то не то шатнуло, но как-то появился, я схватился за спинку кровати, и моя рука пролитела сквозь спинку. Я понял, что я могу держать равновесие, не хватает за кровать. Потом я как-то сосредоточившись на своем состоянии, понял, что я хорошо себя чувствую, никаких болей нет, я не болею практически, и не чувствую себя больным. Все нормально, бьется сердце, не бьется даже, оно если билось, но совершенно не слышно, и все, полное ощущение здоровья, комфортности. И тогда, уже облетев всю комнату, я понял, что что-то немножко странное здесь происходит. Странное то, что здесь интерьер комнаты, все наполнение комнаты было как бы очень хорошим голографическим изображением. И, но голография у нас такая, она практически неподвижная, тогда еще особенно было. И это был какой же год, это был, я вам скажу, какой, это был 68-й год. Может быть, в 68-м году, да, в 68-м году. И в палате было практически все неподвижное, но кто-то дышал, это было видно. Кто-то перевернулся с одного боку на бок, это тоже я видел. Да, то есть, все было вполне живым, но очень хорошим изображением. Я начал исследовать, попытался сдвинуть вазу на столе, она не сдвигалась, потому что моя рука проходила сквозь это изображение. То есть, экспериментатор еще был тогда, да? Ну, естественно, да. В итоге, дошло до того, что я попытался сдуть пыль в тумбочке, она не сдувалась, хоть я дул изо всех сил. Тогда я попытался разбудить соседа по кровати. Это был такой здоровенный дядька, который храпел, ощутимо вполне. Тело его подрагивало от храпа. И он начал говорить на ухо, чтобы других не разбудить, он абсолютно не реагировал. И он начал громко говорить, дерзнул, крикнул в ухо ему, полный ноль. Тогда я отошел и стал на него смотреть и думал, что же мне дальше сделать. В этот момент он вдруг проснулся, сел на кровати, смотрит прямо на меня. И потом вдруг я понимаю, что он не на меня смотрит, он сквозь меня смотрит на стенку за мной. Как-то так глаза протер, ничего не видал, снова опрокинулся на подушку и заснул. Тут меня совсем это очень огорчило и удивило, я понял, что я им не видел. Не то, что я не могу в этом мире ничего сделать, я вообще не видел, как я начал догадываться. Но еще не убедился до конца. В этот момент кто-то встал и пошел в туалет. А я... Это уже была ночь, наверное. Это все вот эта ночь, это все люди спят. В этот момент я не буду убежденным, что я невидим. Это потом пришло уже полное убеждение, что я абсолютно невидим. Тогда я взял и спрятался за одной из кроватей, присел. В таком, как бы сказать, предположении, что если меня увидят раздвоенный, вот я лежу на кровати, а вот я стою, что вы там со мной не начали делать какие-то... Ну, вы не поняли. Да, не поняли, что это такое происходит с человеком. Но это оказалось, что лишним. То есть никто меня не видал. В больнице жила своей жизнью. А я начал жить своей жизнью. Вначале это меня немножко как-то позабавило и обрадовало, что я стал самостоятельным каким-то таким невидимым и свободно действующим человеком. И подумал, ох, как интересно, это же как у Александра Беляева. А вдруг я человек, который проходит сквозь стену, есть у него одна ночь, невидимка. И есть человек, который проходит сквозь стену. Я взял и засунул руку. И она засунулась в стену. Подержал несколько минут, потом решил, что если я туда засунул, то может быть какое-то еще и чудовище, типа крокодила, ну-ка, отпусти, мне там внутри стенки скорее выйдет из стены. Она уже была не видна. Она зашла, да, и практически была не видна. Она это не видала. Я не помню, что было в месте, куда зашло, то ли часть руки, то ли, не могу сейчас помнить. А может быть там было нечто такое туманное, что-то в этом месте, куда рука засунула, было само место. Не помню. Помню, что я довольно быстро вытащил руку с облегчением таким, что ничего с ней не произошло. Вот она целая при мне. Вот я только обнаружил, когда поглядел на ноги, что я, в общем-то, не стою на полу. А я как бы немножко вешу над этим полом. Но это мне тоже до конца уже не стало смущать, потому что я понял, что я совершенно особо. Никогда мною не прочувствовано на осознанном состоянии нахожусь. Особо. Я попытался полетать немножко, и очень хорошо летал. Вначале я пытался шевелить ногами, подниматься, как полетиться, а потом сказал, что не надо. Я просто точностью и усилием мысли мог это делать. У меня желание, то есть? Да, определенные охотные желания. Выяснилось, что желания должны быть довольно определённые. Сформулированы внутри. Воля выполнения двигает туда и делает то, что вам нужно. Я подлетел к потолку, но в потолке ничего интересного не оказалось, кроме потолка. И начал обдумывать, что же я теперь представляю в мире. И понял, что мои какие-то связи с родственниками, они были довольно сильными. И там были всякие и обещания, и надежды, и планы. И полностью я лишён возможности что-то продолжить на земле. Потому что уже стало понятно, что ни появление моё в какой-то ситуации, ни какие-то действия в этой ситуации не приведут ни к чему. Я полностью отрезан от мира. И вот это чувство отрешённости от мира, отрезанности, чувство невозможности что-то делать, и что это вначале вызвало большое недоумение у окружающих моих дней, особенно родственников. Потом понимание, что я потерян для них и для общения, вызвало яркое и очень острое чувство одиночества. Одиночество. Кончат не до слёз и не до какого-то такого психологического кризиса даже. Но я взял себя в руки и начал думать, что дальше надо как-то поступать. И понял, что во всём мире, если я здесь не могу делать, то вряд ли где-то в мире найдутся места, где я могу себя проявить. В материальном мире. Начал понимать, что это тело, которое лежит, это моё тело. Но только я вышел из него. И что это открытие для меня было очень серьёзным, что я и моё тело, тело это казалось как инструмент, который являл меня в этом мире. Как бы скафандр, который я мог, обладая им, взять вот эту материальную тяжку вот этим материальным телом. Значит, это что значит неподготовленный человек, да? Да, момент. Совершенно верно, совершенно верно. И это только начало. Но обдумав, мысли очень быстро двигаются в этот момент. И думаешь чётко, ясно, быстро, блестяще буквально. И она всё понимает, что в этом мире, собственно, уже нечего делать мне. И развивать чувство одиночества дальше, до каких-то кризисов, не имеет смысла. И не нужно. Вредно. Мгновенно я вспомнил, что в детстве я летал. И что бывало, я хотел прилететь к Богу. И что, когда я летал и пытался улететь к Богу, я взглядом мерил расстояние от себя до земли. Это в детстве, да. От себя до земли и в какой-то момент пугался высоты. А что само чувство испуга наполняло меня как бы каким-то грузом, который притягивал к земле. Ты уже оказывался на земле, я в безопасном состоянии. То есть и в основном было. Но оказалось, что это чувство, вот состояние, оно весьма близко к сонному. Только уж очень, так сказать, расширенно. Сны такие вот не бывают. Не были у меня пока не. В результате я все-таки решил, что нечего здесь пока мне делать. Пока может быть, по каким-то причинам что-то надо будет. Пока я ничего не могу сделать себе. А вот к Богу лететь надо. Потому что в этой ситуации я понимал, что только высшее существо, в первую очередь Бог, может мне определить мое дальнейшее существование и действование. И я единственное, что четко отдавал себе отчет, что на землю больше смотреть я не буду. Потому что как и в детстве чувство самоохранения, самосохранения, не позволит мне оторваться от земли. Поэтому я понимал, что я могу летать. Я взял, устремил свой взор, волю свою, внутреннее чувство, стремил именно вверх и решил, что я буду лететь вверх. И только вверх, и до тех пор, пока не налечу вверх. Это так протянул руки вверх. Весь устремился вверх, не глядя никуда. Я взмыл сквозь крышу, то все как какая-то ракета или снаряд пущенный вверх. И взмыл, и летел. На время была смысл у тебя тут решение. А смысл? Или просто куда-то вверх, не зная, куда попадешь. Нет, не совсем так. Я понимал, что Бог наверху. Что Бог на мне. Что мне нужно только чувство именно вверх летящего быть, чтобы долететь. Это какое-то было особое чувство, которое он только убеждал. Поэтому я летел просто вверх, только к нему и с одной мыслью к Богу. И довольно долго летел. И краем слуха, как бы краем глаза, я видал, что я пролетаю в некие обитаемые какие-то уровни, которые я вот так вот вертикально пронизывал. И на этих уровнях какие-то... Как слои. Да, эти слои были не светлыми, не темными. И на них кто-то обитал, кто даже вслед меня, так сказать, показывал, что... Смотри, как летит. Смотри, кто-то даже говорил, лови, лови там что-то, но это все я летел совершенно, ни на кого не обращаю внимания. Поэтому все это как стрела или как пуля пронзил эти слои. И дальше было чистейшее, так сказать, состояние пустоты, темноты и пространства, которое я все наращивал, наращивал скорость. И в какой-то момент вдруг я увидал, что есть вот там наверху некая граница, что кто-то начал просвечивать. Я довольно быстро прилетел к этой границе, подлетел и увидал, что это граница между светом и тьмой. И она довольно ощутимая, видимо, да, и реально видимая, да, и там вот свет, а здесь, ну, как это произойдет, не могу сказать, но такой я летал. И я туда ворвавшись, влетев, остановился, потому что свет меня буквально пронизал насквозь, и я почувствовал совершенно другое состояние. Прибытие домой, на какую-то свою родину, которую я раньше не знал, предполагая, что моя родина – это земля и земное существование. И более того, родина, вот, тогда это СССР, и конкретный дом, и конкретный город, и конкретный... Но оказалось, что есть другая родина, куда более могущественно действующая она, что эта родина – это область света вот эта вот, что тут. И настолько это было убедительно, ясно, что доказывать даже не надо было ничего, ни себе, никому. Я только одну мыслью подумал, что раз это так, то я здесь и останусь жить. А оказывалось, просто в пространстве, оказывалось. Как бы сказать, да, как бы в пространстве. Вдруг я увидел, что я стою на некой земле. Земля – это была такая, желтый песок, очень приятный, как бы сказать, такой, налитый на все. И что я сейчас куда-то пойду, и я где-то что-то найду. Но в этот момент вдруг я услышал голос, который задал мне вопрос. Этот вопрос в виде слова, оно как бы имело объемные конфигурации, какие-то объемные формы объемные. Оно прибилось ко мне и вошло в меня. Как это объяснить? И я увидел, что это слово наполнено глубочайшими смыслами. Через слух ты это воспринял, да? Душ всем телом. Через слух. И слухом, и глазами всем. Оно вошло в меня. Оно имело колоссальный смысл внутренний и энергию к реализации этих смыслов. Как они будут обезвовываться, я это совершенно не понимал тогда. Оно вошло в меня, и я сразу понял весь смысл. Слово имело в себе смысл. Я могу их пересказ сейчас до бесконечности варьируя, или, как бы сказать, перегирать эти смыслы. Но четкость восприятия была абсолютная. Для моего сочетания абсолютно. Из-за значности. Да, абсолютно исчерпывающая. Это достойный ли ты быть здесь, а можешь ли ты быть здесь, а кто хочет, чтобы быть здесь, а что у тебя есть для того, чтобы быть здесь. Кто за тебя поручится, чтобы ты был здесь. И множество, множество других вариантов, которые все время говорили о том. Я подумал о том, что я останусь здесь. И это слово спрашивало все поводы, по каким я решил быть здесь. Им нужно будет это там, да? В итоге да. В итоге это ставилось. И когда я задумался, понимая, что я на большинство этих поводов даже и близко не могу ничего сказать конкретного, тогда, помогая мне, кто-то, и как бы это слово, открыл передо мной всю мою жизнь. Я ее вдруг увидал вокруг себя одновременно всю. Как это объяснить? Она была вне времени. Я мог разглядывать любое событие, погружаясь в него как действующее лицо, не то действующее, а как ангел, который наблюдает за всем этим. Я увидал себя и в детстве, и в раннем детстве, и в позднем, и перед самой своей смертью. И все, ну я все это... Чем больше являлся, тем больше понимал. Я понял, что это обследование, исследование в моей жизни может довольно затянуться, и я буду думать, пока не найду что-то. Слово начало... Кто-то как бы... Кто-то понял, что свет окружающий, вот в кого я попал, явил это слово у меня. И что свет со мной разговаривает никто, потому что тот голос, который появился дальше немножко сзади и справа, и одному с того никого не было. Но свет говорил со мной, вот атмосфера эта, вот золотого свет, свет был золотой. Прозрачная золотой атмосфера, прошу вас, золотая. Начал говорить со мной, как лучший мой друг, которого я никогда не знал, но оказалось, что он мой лучший друг. Я говорю, что я в принципе всегда чувствовал, что он есть. Всегда. И любой человек, я понимал, чувствует, это значит, что он есть. Просто привыкает, абсолютно привыкает. Кого существования совсем не спрашивают, когда я сам решаю что-то. Но тут он сам мне стал рассказывать все мои жизни. Спросил, давай я тебе это сам покажу, ты видишь, что я знаю твою жизнь лучше, чем ты даже. Давай я тебе покажу конкретные твои самые значимые, так сказать, события в жизни. Я согласился, конечно, что он мне стал пока самые значимые. И в них он мне все рассказал лучше, чем я сам бы это сделал, во много раз лучше и доброжелательнее, чем я бы это сделал. В итоге, после всего рассказа и всего проявления, видения я был полностью удовлетворен. Лучше никто бы не рассказал мне о моей жизни и о конкретных событиях в них наиболее значимых. Однако ничего, что бы позволило мне ответить на вопрос, я не нашел. Ну, поскольку я был такой парень довольно сообразительный, я сказал, что ну а другие люди, которые сюда попадают, они-то могут что-то найти. То есть я говорю, да, вот, например, и показал мне молодой человек, который тут же появился и начал мимо меня идти. Он был удивительно, потрясающий по красоте одежды, не наших, не земных, а неких таких царских, ну, где-то вот 7-вековых или чуть-чуть ближе к нам. Это была какая-то потрясающая мантика, это потрясающая вышистая красота. Рубаха или такая длинная рубаха, это у нас в церкви иногда используется, может быть, что-то такого рода. Шел он полной жизни, сияющий вокруг себя, это жизненное чувство распространяющее, очень приятное чувство, ничем не напрягающее мое, как-то чувство самоохранения, еще что-то. Мне хотелось к нему приблизиться и как-то обнять его как самого дорогого и лучшего брата, вот, потому что я понимал, что он был лучший меня на номер. Вот, он в руке нес бриллиант где-то размером так сантиметров 25 в диаметре, граненый, и этот бриллиант сиял совершенно удивительной красоты, преломленным цветом. В том, как я увидел, что бриллиант играет этими цветами сам по себе. И даже не все то, что сам по себе, а как бы внутреннее состояние этого молодого человека и внутреннее состояние бриллианта были практически одно и то же. И как бы бриллиант отчим, идеально практически отображал состояние души человека. Потом, через много лет, мне Грибачев сказал, так это же и есть образ его души, прочитай его, поколюйте себе, и там тебе камень драгоценный. А, то есть это все, что мало, да? Это да, это образ его души, но какой души? А там души, прощенной Богом. Светлый объяснил, что этот молодой человек практически прожил жизнь похожей на тебя. И тут же показал мне, уже не так близко, не так, жизнь, которая, да, во многих моментах очень походила на мою. Он также в 20 лет умер, расстался с телом, пристал перед Богом. И Бог его простил. За что же он его простил? Оказалось, за то, что у него была бабушка верующая, которая ему перед смертью сказала, что внучик дорогой, что бы ты ни делал на земле, но ты помни, что Бог есть. И когда ты будешь проходить мимо церкви и нищих, которые там есть, ты хоть копеечку отдай мне и скажи, во славу Божию, вспомни Бога. Хотя бы так. И он, любя бабушку и доверяя ей всегда это делал, хоть копеечку отдавал, всегда говоря, во славу Божию. И когда он пристал перед Богом, грехов у него было не меньше, чем у меня, конечно. Но Бог ему сказал, что поскольку ты на земле, в это время, когда никто практически так не помнил Бог, помнил меня, я тебя здесь не забуду. И простив ему грехи, сделал его душу, вот такую, какую сейчас мы видим. К нему слетались ангелы и люди, которые там тоже живут. И все его как брата принимали, любимого, возлюбленного. И все хотели посмотреть вот в этот бриллиант, как бы внутрь него погрузиться. Наслаждение было прямо вот, только голову смотрели на все это, удивляясь такой красоте. То есть вот так вот оказалось, что есть такие люди, которые приняты. И тогда мне голос предложил, ну посмотри, если у тебя нет в одеждах, в тебе, так сказать, у тебя. Ну хоть вокруг что-нибудь, может, ты найдешь. Я посмотрел вокруг на песке, увидал маленькое такое зернышко, жемчужина. Но эта жемчужина была не морская, а вот их называют речная. Есть речная. Они такие, как бы, такие пожеванные немножко, такие неправильной формы. Назывались как, Мишевич? Голубой был свет. Да, так чуть-чуть. Я увидал, говорю, так вот у меня есть тоже. Наклонился и схватил вместе с песком эту вот жемчужинку. Вот она. Говорит, ну процедите песок-то, давай жемчужинку своим размоем, сейчас посмотрим, что она стоит. Я давай сидеть, я вдруг вижу, что жемчужинка каким-то странным образом проскользнула между пальцами, а вместо песка упала. И нет. Я ее посмотрел, начал искать, и нет в песке. Я тогда, не стесняясь, уже встал на колени, давай там все разбивать в радиусимметров все разлить. Нету. Нету. Просто нет. И тогда я спросил, а как же это так произошло? Он говорит, а ты вспомни, говорит, помнишь, ты показал мне снова событие, говорит. Вот, ты идешь в Лавру, Александр Емельевский, вот ты в храм зашел, тебе интересно стало какой-то причиной. Вот нищие стоят, вот ты имеешь рубль в кармане, у тебя больше ничего нет рубля, но тогда рубль это дано. И ты думаешь, что нет рубля я не дам, над боротом пути разменяю, что ты дам. А когда ты вышел, ты куда пошел, в другую сторону, ты ничего не дам, вот видишь, вот твой. Я говорю, так что ж мне теперь полагать, я хочу здесь остаться. Он говорит, ну надо отработать, отработать эти твои неправильные действия. Я говорю, каким образом, ну вот, посмотри, и показал мне, я оказался примерно в той же самой области, потому что кругом был такой очень приятный, красивый песок золотистого цвета. Где-то деревья были, там, в той стороне. Но я увидал перекресток дорог, я как бы не с высоты некоторые смотрел. На этом перекрестке дорог были насыпаны куча камней, куча огромная. Куча, так, в диаметре метров, наверное, 500-600, а высотой метров 300. Эти камни были вот из кулак и скул на эту сетку. А может быть, даже из дома были камни. Ну вот, огромная, гора целая такая камни. Я был удивлен, голос некий сказал, что делать? Голос вдруг говорит мне, как написано в писаниях. Очистите путь пригроз, потом вырвите путь и его. Прямыми сделайте дороги. Я говорю, так что мне сделать, камни эти растащить? Говорит, да и растащить. Я говорю, а что еще? И раз, и растащить. Говорит, надо их разбить, куда же девать. Я говорю, ну, да гравия разбить, да нет, говорит. Я говорю, как, вот песок, видишь? Я начал, наверное, прикидывать, сколько мне это надо делать, и чем, и какими-то механизмами. Ну, понял, что так. Я говорю, механизм, никаких механизмов вулкани. Ну, так, я сразу понял, что где-то 600-800 лет мне надо будет так это делать с утра до вечера. Но, будучи, опять-таки, довольно соблюден, говорю, а кто еще так работает? Да, работает. Показал мне тут же, в другой местности немножко, гору камней поменьше. Мужчину постарше меня, так лет под 40, в два раза старше. Который старательно разбивал камень о камень. И летели такие мелкие-мелкие пылевые, подобные пыли, осколочки. Потом он взял, устав это, как сказать, ну, прекратив эту работу, откуда-то вытащил палку вот такую, где-то взял кусок материи, и начал привязывать продолговатый камень, сделал из него такое, типа топора или молотка. И когда он привязал, и уже собрался было опробовать, чтобы с размаха убить, вдруг из-за большого камня, из-за скалы такой, вышел охранник, воин, такой, где-то метра три-четыре ростом. Но, совершенно спокойно разговарив с ним, говорю, ну-ка, дай сюда, взял, развязал, тряпку выкинул, палку выкинул, дал ему камень, вот это твое. И повернулся, ушел, и потом пропал за камнем. То есть тебе просто показали пример, что это вот так? Да, и этот человек, весь покрытый вот этой серой каменной пылью, взял этот камень и понял, что не надо ему больше этих попыток, и снова сказал вот так вот, выхода нет. Да, выхода нет. Да, и где-то это у него работа, я так тоже оценил, грубо говоря, что внутри столет, с утра до вечера и все время. И понял, что серьезно попал. Тогда я стал спрашивать, а может быть другой путь есть? И тогда свет говорит, вот и разговариваю с ним, и показал мне существо, как я был ангел, это мой ангел-хранитель, который всегда тоже был сам, потому что я его почему-то хорошо знал, хотя никогда не видал, а он тут увидал. И он сказал уже, ангел-свет перестал со мной разговаривать, хотя я находился во всем, вот это освещая все, все, все. А в каком он был облике? Золотой свет, прозрачный. Нет, твой ангел. Ангел был подобный мне человек, но, как я понимал, свободный. То есть он мог взлететь и лететь, и делать все, и все знал. И он сказал, ну, конечно, могут быть тебе освобождены от этой работы покаяния, но покаяние на земле делается. Я говорю, что такое покаяние? Он говорит, исправление образа мыслей. А в итоге действий. Раз ты будешь по-другому мыслить, то будешь по-другому. Я говорю, а что мне, как бы это делать? Ну, может быть, это подразделение тех, кто на земле живет. А ты уже, я говорю, что я могу на землю спуститься? Он говорит, сейчас уже нет. У тебя порваны связи. Я говорю, что же делать? Он говорит, знаешь, есть еще один путь. Но решать его будешь не ты и делать, а путь, пустит ли тебя Бог. Опять на землю. Я говорю, а бывало? Он говорит, очень редко, но бывало. То есть реальный такой путь? Реальный путь, но очень редко, который совершается. Попроси у Господа Бога. По его благоволению и благоутробе, вот эти слова говорили. Что как он и решит, так с этим полностью смирись. И не просто смирись, а поблагодари и прими с радостью. Что он скажет? Или вернуть тебе, или нет. И уже не ты решаешь, а он. Любое решение будет. Да, примешь с радостью. Согласен? Ну, а куда он? Согласен, согласен. Согласен. Меня привел ангел на какое-то место, где был утес такой, внизу пропасть. Постал меня где-то недалеко от края утеса. Подними руки, только внимание наверх, на небо. И просил Господа, Господи, разреши мне спуститься на землю для покаяния. Я встал и говорю, Господи, разреши мне спуститься. И как ты решишь, так и будет. Он говорит, даже так мне хлопнул, как пустынин, и хлопнул, довольно ощущение такое было. Да, не так, громко, на весь мир. Я в голос, потом, Господи, он мне еще не так, а на весь мир. Я как закричал, и за всех сел, туда, на небе, и все. Он говорит, ну, теперь жди и никуда не отвлекайся. Никуда, я стою, стою, и жду, на небе, жду ответа. Я как бы не то, что уставать начал, там не устаешь, но чувство того, что пора бы устать, появилось. Пора бы устать, да? Вот такая вот. И я начал немножко глазапускать, он тут же меня опять как-то так поддал. Говорит, туда, только туда, только к Господу, я стою и стою. И вдруг с неба, грохот, грому совершенно потрясающей силы, раздался. И я присел, вот так вот схватился за голову, прижался к кому. И только одна мысль была, как Господь на меня прогнился, какой он гром на меня послал. Сижу, думаю, сейчас вообще ничего от меня не останется. И вдруг, кто-то подходит, мне говорит, радуйся. Я говорю, к чему радуется, что-то? Ну, знаю, помню, в смысле, что все принять, что будет, как есть, вот как бы, Боже. И думаю, буду радоваться даже сейчас. И он говорит, ты что, не слышал? И я вдруг понимаю, что я могу вспомнить снова этот грохот уже внутри себя. Все, память великолепна была. И говорит, слушай, слушай меня. Я начинаю только разбирать, что этот гром, потрясающая сила, это голос такой. И вдруг я так пытаюсь схватить смысл. Осознать. Да, и вдруг чувствую, что этот голос говорит, разрешается ему. Что тут просто такой силы, мощи, так он меня, это самое, как бы сказать, поставил в точку, кто я такой. Что я сразу все понял, масштабы. И что все-таки он не отвечает, понимаешь? Что это такое большое, что сейчас я и благодарен за это. Разрешается ему спуститься на землю. А эффект был такой, только звуковой, да? Больше другого, других эффектов. Нет, Бог никак не пронизывает, только звуковой. Сильнейшие силы, сильнейшие. Гром такой, ну, совершенно. Что-то подобное бывает, когда вот прямо над домом грохнет. Еще не высоко поднят, а низко, когда стекла задрожат. Вот что-то подобное, но еще сильнее. И все пронизывающе. И вдруг мне подлетают и другие ангелы, сейчас меня как-то так обнимают, похлопают. Вот смотри, это же чудо, какой речей. Господи, слава всех славят Богу. Вот, и я начинаю славить Бога. И вдруг как бы уже гроза пролетела, и вот где-то там на расстоянии нескольких километров еще раз громовый раскат, но уже который можно было воспринять так, как сильнейший гром, но вдруг показать ему, что ему положено перед, такой смысл. Типа на дочстве. Да, 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 да. И меня снова поздравляют. Душа, конечно, показывают. Я так благодарен Господу. Да, и все, и вдруг. Я говорю, да когда? Я говорю, так сейчас покажем все. И мне показывали ад. Но я, приближаясь к аду, могу сказать только одно, что и у ада есть врата. И когда подходишь к этим вратам еще довольно задолго, за большим расстоянием, где-то километра, полтора, два, может быть даже три, ну три нет, конечно, полтора. Видишь вот эти врата в далеке, и при приближении к аду начинает меняться атмосфера. И вдруг выясняешь, что ты жил, вот в этой, пребывал в золотой этой атмосфере, и что ты пребывал в атмосфере веры, надежды и любви. И что вдруг надежда начинает пропадать, как первая такая ласточка, недобрая, как первая весть. И что интересно, что даже надежда заменяется на чувство безнадежности. А чувство безнадежности вызывает совершенно особое действие в человечке. Она его связывает. Унитая. Не просто унитая, она его связывает и заставляет как-то свернуться буквально какую-то куколку комочек. Потому что думая мысль, ты не надеешься, что додумаешь ее до конца. Думая мысль и додумав ее все-таки до конца, например, ты не надеешься, что ты ее можешь выполнить. Желая шагнуть, ты не надеешься, что земля тебя удержит при следующем шаге. И поэтому в результате, вот осознавая безнадежность, вот это новое чувство, которое буквально входит, пытается войти в тень. Но если приближается, то есть осознаваясь, то в итоге оказывается, что тебе не думать даже нельзя, не полезно. Потому что ты не додумаешь или что-то не то произойдет. А если додумаешь или что-то действует, то ты не то сделаешь. Безнадежность связывает так сильно, что ты даже шагнуть ничего не можешь, подумать ничего не можешь. Ты перестаешь думать, перестаешь шевелиться и только думаешь, что и в этом состоянии, наверное, нету надежности никакой. Безысходность получается, да? Кайда, да. Безнадежность, безысходность. И когда я это понял, я, конечно, уперся ногами, прямо так вот, как будто меня толкают. Я так вот ногами уперся, дальше не пойду, смотрю. Оттуда уже бегут некие существа такого недовольного супруга. Это наше! Я вижу, что они настолько мерзкие, гнусные, что ничего близко с этим, с моим, так сказать, не может быть. И они хотят ворваться в меня вовнутрь и распотрошить все мои, так сказать, понятия доброй лизы, но распотрошить по-своему, как бы, как рыбу употрошить, а еще больше. Расстрелить куда-то, съесть куда-то, что-то такое сделать. Даврат-то и не дошел. Я не стал доходить, я стал умолять ангел, который меня вели. По какой-то там нейтральной полосы, что ли такое? Да, это переходы, да. То есть, даже безнадежность меня настолько убедила в ужасе, что я просто не захотел туда дальше заходить. А там еще есть безверие, когда-то, а потом есть еще полное отсутствие любви, то есть это противоположное, это ненависть. Ну да. Вот. То я, конечно, изо всех сил упрошил, упросил ангелов, и они меня отогнали, этих вот существует нет. И повели меня обратно. Мне вполне хватило этого. Издалека я мог видеть, что да, там есть, ну, уже каким-то взором особым таким, что там, да, котлы некие, в которых вес уже пойманных души барит и мучает, и какие-то, типа, сковород, такие вот огромные, горящие, металлические нагретые под огнем площадки, которые тоже лети лежат, там что-то ужасное творится. Я не те, как это все, ну, я не стал к этому приближаться, просто ужасно стало. Вот. Дальше, поскольку я сам отказался уже, я был на нескольких небесах. На нескольких, это, ну, дай бог, трех. Нужно мне говорить, да? Да, горы. Это, да, ты стоишь на одном небе, как на земле, над тобой небо, и ты видишь, вот оно небо. Я не знаю, какой оно высоты, но оно смотрится, как наше, непрямо, но ты чувствуешь, что там тоже некая дверь есть. Если тебя поднимает на то небо, то следующее небо, земля, небо становится как бы твоим основанием, там есть следующее небо. Граница такая, да? Да, да, да. И чем выше, тем прекраснее это все. На одном из них цветущие сады. Деревья не очень высокие, но наполненные, как весной, вот этим, расцветающие, закипающие все время, дающие больше и больше жизни жизнью. Совершенно, так что человек не может этому, и не хочет, и не протестить ничего, принимает это все, насыщается больше и больше жизнью. То, оказывается, что ты будешь и больше. Жизненное начало такое, да? Да, которое, как весной, знаешь, когда все цвети, начинает, когда все идет из земли, только это в чистом виде. Понимаете, в сияющем каком-то уже. Деревья небольшого, такие где-то 2, может быть, 3 метра, максимум. Как вишни, или что-то, как, какие-то еще вот белыми прекрасными и розовыми цветами, и всякими оттенками. Все это совершенно невероятный запах имеет. Запахи неземные, конечно, на земле просто таснул. Есть ли такое? Понял, что нечто такое есть в этих запахах, что делает их совершенно отличными от земли. И в то же время настолько желанными, что можешь дышать, и никогда не надышишься. Будешь все время еще больше, 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 и всегда с огромным удовлетворением и желанием. Среди них были люди некоторые, которым я не стал приближаться, потому что ангел меня пока так вел отдельно. Еще выше были еще более удивительные, как бы сказать, дома были. В итоге даже подвели меня недалеко к Небесному Иерусалиму. И я увидал с одной стороны, только меня не стали вводить туда, туда, как бы с края, город, который имел не ширину и длину, так сказать, по площади, а и высоту. Но высота заключала в том, что дома были на разной высоте по отношению друг к другу. Они заполняли как бы объем такой интересный. Я уж потом прочел, что это куб. Высота, ширина и глубина, длина, это куб, они равны. Но это потрясающие совершенно красоты дома. Архитектура, я бы сказал, вся наша архитектура земная, она является частью, отображающей ту архитектуру небесную, которая является настоящей архитектурой. Совершенной. Совершенной архитектурой, с большой буквы архитектурой. И все наши стили, они в какой-то мере что-то отображают. Некоторые больше, некоторые меньше. Думаю, что классика к этому имеет наибольшее отношение, но далеко не полное и совсем другое. Пока это часть совершенства. Пока это часть совершенства, да. Дома были как бы сделаны из драгоценных камней, прозрачных. Огромных камней. Личиной с домом. Причем эта драгоценность чувствовалась и на расстоянии всего его взгляде. И как бы, если ты прикасался и в чувстве, во всем. Драгоценный камень, в котором можно войти в дом, там и двери, истать. Неудобно прозрачным. И в то же время, когда заходил туда кто-то из живущих, ты его не видел там. Он был как дома. А снаружи смотрелось по совершенно прозрачному. Это вот удивительное свойство такое. То есть там, кто заходил, жил совершенно как хотел, как мог. А в то же время, снаружи, это все было. И вот это удивительное умение тех, кто это создал, а как я потом выяснил, это главное, что Господь только такое создать. Видимо это. То вот такое расположение на разных высотах домов. И такое соединение. Все было пронизано потрясающе, совершенно невообразимой и до конца опять-таки невосчувствованной мною гармонии. Только я мог понять, что я в эту гармонию могу погружаться и минутами, и часами, и днями, и годами, и всей жизнью. И все равно чувствовать все больше и больше гармонии в том, что составляет Небесный Иерусалим. Я попросил даже, можно ли мне тут зайти сказать, что Господь определил жить Небесным Иерусалимом. Есть там жители, уже есть там жители. И туда еще много-много может войти. Это опять, как Богу угодно, сколько и войти туда. Конечно, это достаточно относительно, наверное, подавлено. Да, совершенно, ну, мне удалось слышать пение ангелов. Одно могу сказать, что и пение ангелов можно было слушать хоть минуту, хоть чисто. На этом же уровне, еще на следующем. Вот, не могу сказать, какой это уровень, но другое место, я бы сказал, вот так вот. Может быть, и другой уровень, конечно. Ангельское пение отличалось совершенно определенно простотой. Глубиной смысла совершенно тоже, какой, как можно было погружаться в нее и все время воспринимать больше и больше. Ничего ограничивающего не было. И убедительностью, жизненасыщенностью, которой можно было тоже насыщаться и входить в это пение самому, как участникам, в своей мере, как бы. И потом растворяться из этой меры. Это, знаете, как бы, можно и кусочек сахара бросить в большую чашку, но он все равно наполнит чашку своей мерой сладости. Вот так человек мог войти туда, если, как бы, сопеть. Но основная мера всего, или как бы, основной, это было пение Ангель. То есть, это у нас, конечно, тоже так, всем объемом, да? Да. То есть, нечистым слухом, а как-то... Да. И я понял, что его можно было слушать сколько, сколько угодно. Долго, ни капли не присвящаясь. Наоборот, все более и более желает. Причем это желание тоже тебя никак не угнетало, а только развивало как-то, не просто развивало как-то прикладным образом, нет, а развивало в жизнь, в любовь, в счастье. Вот эти вот вещи. Такое пение. И одна только... Потом я скажу немножко. На одном из небес, как я понял, туда мне близко не подпустили, просто показали, что на одном из небес есть место, где радуга входит, его вот такой вот дугой такой. И по этой радуге никто не может пройти, даже ангел, кроме Матери Божией, Царицы Небесной. Который может подняться по радуге, а на вершине радуги находится живой крест, животворящий, живой крест, который может прийти, поклониться и поцеловать, только Царица Небесная. И это крест Царя Небесного. Сына Божия, Агнца. Близко, и тогда даже подойти не мог туда, и ангел не подберегают. Но издалека это было видно, и даже издалека хотелось кланяться и благодарить, потому что это чувствует счастье. Вот это было совершенно, скажу, так вот. Многое другие вещи ангелы показывали. Я сейчас не буду вспоминать, потому что я пока не вижу прямого контекста с этим. Когда вот войдет и появится, я буду рассказывать. Важна одна вещь, что все, кто там находится, имеют такое состояние чувств своих и себя самих, что общение друг с другом никогда не вызывает пресыщения, усталости, какого-то недовольства, а всегда позволяет больше и больше входить в понимание друг друга. И не просто понимание, а понимание с благодарностью, с любовью и сочувствием, которое как бы на земле бы вызвало просто потоки слез умиления и счастья. И поэтому я начал понимать, что через многие годы, что те святые, которые плакали от умиления, вот это видимо, прекрасно, они были причастны вот к этому чувству на земле. И оно может вызвать только слезы умиления и благодарности. Что многие те чувства, которые испытывают святые на земле, как некое необычное, какое-то такое вызывающее даже у некоторых скептиков такое сомнение, здорово ли они, это реакция на то воздействие небес, которые преклонившись, так сказать, начинают, достигают земных отношений, как бы часть земли делается на время какой-то участником жизни небесной. В этот момент происходит событие, свойственное небесам, совершенно, так сказать, такого посвящения, да, рада, да. Это, например, даже так у Пината, вот куст, который горел, когда Моисей видал, я думаю, это тоже, поэтому и было сказано, ну, сними сандалий свой, ты на святой земле находишься, босиком по ней ходи. Именно потому, что в этот момент небеса преклонились к этому, и куст сгорел, не сгорает. И горел он чем, я думаю, с жизнью не выстил. Он до сих пор молодой этот куст, уже сколько тысяч лет? Около тысяч лет, да, больше, больше. Две тысячи лет это Христос родился на земле, уплотился. А это еще при Моисей за еще тысячи с кустом, полторы-две. А вот такой вопрос, скажите, поперечный, я бы сказал. Вот сейчас или тогда у тебя было ощущение, что действия шли одни за другим? Или как бы все это одновременно с тобой происходило? Как у тебя ощущения были? Я их воспринимаю, сейчас шел. От всего до всего доброго. Было такое восприятие пространство и времени? Или как бы это все одновременно? Последовательство событий было, последовательство событий, было ощущение. Я думаю, что для моей души, сформированной тем 20 годам, одновременность восприятия была довольно, ну, возможно, вполне возможно, но затруднительно все-таки по сравнению с теми, кто там живет. Потому что сам свет, как я потом выяснил, что сам Господь на первом небе так вот являет себя, освящает. Вот что и в Апокалипсисе это написано, и в Апокалипсисе это написано, и в Апокалипсисе есть такие, именно упоминания. Начал мне помогать, рассказывать, когда я видал все свое жизни одновременно. Для меня это было совершенно чудо, это не фильм, который прокручивается. Понятно, а вот твои там, как бы, присутствия там. Вот для меня они, видимо, были сделаны в последовательности. Было в же время, да? Некая последовательность была, да. Потому что я помню прекрасно, как я иду, как я начинаю чувствовать действия, когда приближается отсутствие или превращение, а уход надежды и замену в этом месте атмосферы безнадежности. То есть там тоже было ощущение, что все-таки идешь, а не летаешь. Да, да, да. Он мог летать, мог быть перенесен, а мог идти. В подвергниках. Да, да, да. То есть и такое такое ощущение. Ну, совершенно верно. Есть места, где живут небожительницы. Есть места, где и с ними ходит миссия, общается с ними Царица Небесная. Именно небожительница одни. Да, есть такие места. Я понял, что есть места, где живут и мужчины небожители. Есть места, где они могут быть как бы вместе. Это для разных, видимо, групп или там все. И никто не ограничен вот так специально. Они живут в полном счастье и радости именно теми местами, где им классуют. Потому что все это более чем удовлетворительно для их любых потребностей. Вот эти люди все равно те, которые явились с земли. Да. Вот эти небожители. Да. Они тоже прощенные как были. Да, 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 да. Они весьма молоды, они высокий ростом, они ходят под ними травами. Они прогибаются практически. Когда я попытался по большой своей дерзости догнать одну из них и высказать свое восхищение. Сколько ни бежал, я так и не приблизился к ней. Потому что она меня видала и все время была на том расстоянии, которому она желала быть. Понимая, что я пока еще не от них. Недостойничая. Да. Ну я могу сказать, например, о другом уже. Когда уже вернули меня на землю, я еще периодически туда поднимался. Мог подняться. Правильно организовав свое внутреннее состояние. То однажды я попытался все-таки приблиться к одной из небожительниц и вблизи посмотреть на ее лицо. Потому что лица у них совершенно невероятной красоты и правильности и всего. Лица царские буквально. И только таких царей-то на земле и не было. Но вот это царское величие на них написано. И они не гордят чем-то, они такие вот и есть. Но я говорю, что я не мог догнать, я пытался за ней следовать. Она завернула в один из садов таких вот цветущих, невероятно прекрасным совершенно ароматами. И пропала. А я начал искать. И вдруг увидел избушка. В избушке жил старец в белых, прекрасных, в белых одеждах. Но очень скромный он ходил, как-то немножко вниз даже глядел больше. Такой был раскет совершенно. Молчаливый. Я к нему все-таки подшел, дедушка, дедушка, а где тут красавица-то вот? Какая красавица? Я говорю, да вот только что была. Он так промолчал, посмотрел, мне сразу все понял. И сказал, здесь нет красавицы. Вкладываю смысл, что земного понятия у него здесь нет. Красавица, которую ты ищешь, как земной, так вы надо за руку схватить и поглядеть в глаза. И я не до конца понял его слова, потому что он не стал со мной дальше разговаривать, а прошел мимо мягко, осторожно, ничем не задев, так сказать, но вот так вот ответил. Я стал снова ходить, следить в деревьях, глядя вдруг она где-то за деревом. И как он остановился, и даже к Богу обратился, Господи, ну ты же мне дал медать, дай хоть посмотреть, где иди-то, такое чудо. Я только смотрю, что я стою, и мне не шигнут больно. Я поглядел вокруг ног моих каким-то странным образом, и оказалось, что я вступил прямо в куст колючего, типа дежевики в Южных, вот, на Кавказе. Она очень колючая, болезнь хорошая. Да, я стою, и их больно, и они мне где-то там вышел одышек, все, хватили, и я как там оказался, я не понял. Я тогда начал, попытался отводить один другой, пока я отводил, уже другие захватили меня до каен. Боже, как там это получается? Тогда я начал сердиться и уже так серьезно взводить, и они уже по поясе, я смотрю, в них стою, и что у меня уже почти не шевельнулся. Я говорю, боже, прости мне грешнее, что я тут натворил-то, больно, больно. И вдруг я куда-то полетел вниз. Полетел, ударился бы что-то, прихожу к себе, лежу, то небо, с которым я выпал, вот оно там сияет, и даже с одним угадывается как-то, только я вижу уже на другом, такая красноватая почва, песчаная, сухая, не очень приветливая, совсем не очень приветливая. И я понимаю, что мне туда не подняться, и я стал плакать, и перед Богом каяться, и, так сказать, руками об землю, и лбом пытался, господи, какой же я такой вот никчемный тому, что даже вот такой вот начал держать и глупости делать, и опять вот так провалился. Прихожу в себя, сижу на краечке своей кровати, вот в этом полном ведении всего, что со мной произошло, уже здесь, все. Вот как это происходит, что это, это, вот я считаю, что это душа выходит из тела, периодически, когда она может, когда она имеет силы. А как ты помнишь, ты мне рассказал, как тебя ангел, там рад принесли. Да, это я рассказал уже после того, как мне принесли ангелы, и прошло некоторое время. Это вот этот опыт, последний, с небожительницей. А ангелы, показав еще многие-многие вещи, которые существуют, отношения, которые существуют на небе, в конце концов сказали, что пришло время тебе спускаться на землю, и жить там уже для покаяния. И взяли меня под руки, ко мне приблизились еще два ангела, уже не мои хранители, а, как я понял, служебных специальных ангелов посланий, которые должны были полностью проконтролировать мой спуск на землю. Они были в таком туманном виде, в облаке, как бы, сиреневого цвета, полупрозрачные. Лица их я угадывал из этого облака только приблизительно. А руки они могли вот так вот вытекнуть, вполне, так сказать, видимы, крепко взяли вот так вот. И понесли вниз, ангелом же, хранителем, рядом. И довольно быстро спускались до какого-то момента, и я просто спросил, а какая моя цель теперь вот на земле? Что я буду делать на земле, говорю, покаяние? Это твоя главная цель покаяния. Дальше ты будешь рассказывать обо всем, что тебе дал. Я говорю, да мне же в сумасшедшем дом тут же отправят. Кто-то поверил тогда. А вдруг я говорю, я так боюсь, что там это все эти устрашенные приятности будут такие. Они говорят, да, это возможно, но ты вначале будешь молчать, и вообще трепетать даже при воспоминании. Но будет тебе знание одно событие на земле. И говорят, вот через три года, после того, как мы тебя пустим на землю, в Америке, один молодой человек, в Америке упоминают, четко, ясно, все знают. Одно, когда в Америке уже было. Да, да, совершенно удивительно, после небесности. Но они точно просто, в Америке, один молодой человек будет оканчивать университет по двум специальностям, по медицине и по психологии. Они назвали этот университет, я просто сейчас почему-то забыл его назвать, то ли гельский, то ли ленойский, то ли фиг, это вот такое, не помню до конца. Вот, по двум специальностям, медицина и психология. Он напишет свою дипломную работу, магистрскую диссертацию, на тему воспоминания людей, побывавших в клинической смерти, о этом событии с той стороны. Дальше эту диссертацию, защитив, он напечатает в качестве книги, которая зайдется по Америке в следующие три года, бесцеллерно. То есть все будут покупать, и все ахатят. Дальше еще пройдет три года, и эту книгу перепишут, перепишут, члены семьи одного из сотрудников посольства, СССР, на русский язык переведут, перепишут в тетрадку. Обычную. Самуздаду. Пока не самуздаду, для себя. Еще три года эта семья будет переведена опять в Советский Союз, потому что кончится срок службы главы семьи, и он будет передать на другую работу. И они переедут в Россию, и в Россию это все разойдется по знакомым, вот в этой тетрадке будут переписывать все подряд. И еще через три года все это разойдется по СССР уже в качестве Самуздадта. Ну вот, объясни мне, что такое Самуздадта. И один человек тебе ее покажет, эту книжку. Когда ты ее прочтешь, ты перестанешь бояться. И поймешь, что есть в мире люди подобные, побывавшие подобной тебе ситуации, и будешь рассказывать уже более-менее свободным языком. Этот человек был мне показан, который мне привели к нему. Он сидел на низенькой скамеечке, спиной ко мне, полный, какой-то такой синий греческий такой хламидий, лысый, лысый на нем была розовая, такая скоба с четырех волос сзади. Сидел на скамеечке спиной, а рядом с ним стоял довольно высокий старинный стол, резной такой дубовый. И когда я пригляделся к нему, он взял со стола книжку в ярко-синейкой, такой глянцевой бумаге, обернутой руками, знаете, как-то раньше? Ну да, в школах, да. И вот так вот ей потрес. И со спины я все это видал. Но это запечаталось, как и все, в душе. И дальше ангелы стали говорить, что вот сейчас мы будем подлетать к месту, где будут преграды стоять, застав уже князя мира сего. Они могут тебя не пропустить, а предложить тебе, заставить тебя пить из чаши забивания, чтобы ты забыл все, что мы тебе говорили. Все будет зависеть от тебя. Сколько ты выпьешь, настолько и забудешь. Постарайся пить меньше, чтобы забыть поменьше. Отлично, да? Чтобы помнить побольше. И только они это сказали, тут же подлетают довольно грубыми, резкими голосами, крикливыми, гневными, требовательными. А стойте, а то, а сё, там, давайте, не медену, не пропустим никуда, пусть куда угодно катится, там, вот так и вот. А ангелы уже... Нет, нет, ангелы держат, стоят. Они попытались сказать, что пропустите, но, видимо, тут Господь неким распоряжением дал, что пока земля под этим находится, вот этим пограничной территорией. Да, да, да. И в итоге, говорят, ну, видишь, вот, придётся. Тут же подлетает какой-то из существ уже тёмных, с такой огромной чашей, сделанной из черепа, живой, налита там жидкость такая, зелёная, флористая вообще. Пей! Я говорю, да я не хочу так пить, пей иначе там, делаешь, ему розы такие. Ну, тихонечко попей. Попил, ещё пью, ещё до конца пить, да что уж такое прям... Я пью на себя, дариться там, говорю, всё, я не хочу больше, уже не лезь в меня, всё, отстаньте от меня. И, кстати, где-то, когда довольно большую, большую часть я выпил, эту часть выпил, он говорит, всё, больше он не может. И, кстати, с криками, каким-то недовольством, эти отлетели, слушай, ну, давай дальше. Дальше мы пролетали, я видал вот эти самые заставы, заслоны из вот этих падших ангелов, тёмных ангелов, сущестёмных, которые ловят души, которые не умеют нормально летать, не то, что нормально, а вот так вот летают, как стрелами. Они останавливают, это называется мытницы, называется вот мыторство, и называются вот эти, и ловят они людей на определённых грехах. Одни на блуде, другие на жадности, сребролюбе, третьих, на нервиси, четвёртых, на лжи, на чём тут там, там их много идти. Это такие вот, один заслон, за другим идут, и пройти их, если ты не полностью освободился от сил, забыл всё, что это связано с землей, так вот. Да, это там что-то окончательно там поймали, где там, опять же там останешься, что-то? Да, да, это недолетит до неба, не долетит до неба, мрачного. Да, мрачного, мрачного, в том-то дело. И когда я начал просто уже думать, уже потом, я не успел даже спросить, англо, я понял, что на земле тебя может предуготовить, пройти эти мытарства, бескривык, наверное, когда ты начнёшь быть учеником у самого Бога. А у самого Бога стать учеником, это значит начать общаться с Духом Святым. Богом являющимся в виде Духа Святого, человеку для того, чтобы предуготовить его дальше к предуготовлению разума. Разум предуготовляет второе лицо, который сам же Бог, Сын Божий. И, получается, большинство все-таки мы не попадем туда. А то же, а то же, а то же, Не хотела тебе это заварить, а ждать, а то есть, что ты тут скажешь, что ты сделаешь. Серафим Саровский уже потом, я много раз прочёл, и прямо в самую точку говорил, но, представляете, как говорил, он боялся, не только боялся, он не стал говорить на весь мир, стяжайте Духа Святого, это есть цель каждого человека, который, то есть, стяжайте, начать учиться общаться с Богом. Для того, чтобы предуготовить себя на земле к жизни, на небе. Я не предуготовил, я попал, и однозначно было показано, объём моего не готовил. Я сам себя оценил 800 лет, помните это? А предуготовить можно только, оказывается, мне один человек не может предуготовить, вы можете только посодействовать, поспособствовать, начать общаться с Богом. Это делали святые на земле. Ну, что так, ты в 20-ти годах и не готовился, и не хотел готовиться, да? Да, я был студентом, который считал, что мои самодельные считаются недостаточно. Если бы, Господь, скажем, не позволил вернуться обратно, ты бы там и остался. Да, и отрабатывал бы. И отрабатывал бы. А как тогда все эти вот, пролетели все эти? Ну, я ещё и пролетел сквозь мытницы снизу вверх. А те, кто не пролетает, то вообще считают, что он не может летать, и его несут ангелы, они попадаются вот в этих вот мытницах, вот в этих мытарствах, в этих составах, где, да, где перечисляются грехи. Феодора, святая такая, дама, которую ангелы проносили, а Василий, святой, помогал ей пройти через эти мытарства. написал это, есть книжка такая, мытарство святой Феодора. Я могу достать их и считать. Мытарь, я помню, по Библии это сборщики налогов. Совершенно верно. Они собирают налоги в виде взыскивания за каждый грех, который человек сделал на земле и не освободился при жизни на земле. Освободиться можно и с поведью, и с покаянием. Это немножко разные вещи, но связанные друг с другом напрямую. Так вот, в итоге начали подносить меня к земле и первое, что мы пролетели совершенно отвратительного вида, зеленые, извините, как зеленые сопли облака. То есть это последнее? Это первое, что мы начали приближение к земле пролетать. А, то есть когда уже сверху вниз. Прошли небесные сферы уже когда пролетали к земле. Да, я спросил, что это за такие облака, я их никогда не видал на земле. Она говорит, это психическое облако, это облако мыслей людей, которые сейчас живут на земле и думают в таком качестве. В итоге суммарное качество вот такое на земле сейчас. Потом пролетели перистые облака, это уже вот эти тонкие высокие. Потом пролетели какие-то части кучевых облаков, это уже наши родные. А потом вдруг говорят, а вот твой город сияет. смотри, вот он уже прям под нами. А вот говорит, вот твои крыши твоего отделения. Мы сквозь крышу раз и оказались в палате. Мое тело с ангелами. Их там было, я скажу, светились другие, те, кто там на земле было, их четко наверное было, ну 12 вот так вот, может быть больше, 14-16, не помню, так примерно. Много хороших, добрых, расположенных друзей небесных, которые дают небо. и мое тело положили на полу, это тело было холодное и оно было одеревеневшее, застывшее. Когда потом я врачей спрашивал, когда примерно тело застывало, они говорят, где-то, ну, через 4-5 часов. и когда ангелы подвели, он говорит, ну вот, теперь тебе в тело, тебя как упёрся, примерно так же, как мне бы отвели. Я говорю, да не хочу у него, да вы что, это журс какой-то в такое входит тело. Он говорит, нет, нет, твоя воля Божия. Сам захотел. Как бы так под зад мне шлёпнули крепко ладонью, удар могущественный, крепкий, я влетел туда, и как в этом скафаре указалось, аааа, я не знаю, что дальше, я попался в ловушку такой, вижу, мне не шевнуться, никуда, не туда, скафарка, да, и вдруг вижу внутренним вот этим взором, уже поскольку я уже ничего не вижу, как он в этом находится, вдруг вижу, как он летит ко мне вот такой примерно шар, он так немножко пульсирует, сияющий от него искрительствует жизни, он золотой шар, золотой живой шар, который подлетел ко мне и раз, и вошел, через тело прямо вошел в меня. Я лежу и чувствую, что что-то происходит такое, что я понять не могу, и вдруг в теле сердце бух и тишина, понимаете, какая тишина, и через минуту опять бух и снова тишина, и не больно, но странно, странно, что тело вот это дивеневшее вдруг начало само каким-то образом шевелиться внутри, а потом чаще, чаще это удары, и через некоторое время сердце колотилось уже, как я думаю, ударов 120 минут, и через какое-то время почувствовал, что я начинаю чувствовать тело, но чувствовать не очень приятно пока, а вот, знаешь, как бывает, отсидишь в ногу, а потом покалывание, когда кровь опять идет, нога не шевелится, она бессильная, и в то время это покалывание показывает, что что-то там происходит, вот так у меня внутри грудной тректора вокруг сердца началось покалывание такое, и дальше, дальше распространяться, я перетерпел, это такое, весьма непрятственное, потом этот покал не перешло в голову, через плечи в руки пошло, потом ниже, через таз в ноги пошло, и через какое-то время я начал чувствовать вот это тело, которое сейчас чувствует, как бы он мне опять вошел, вжился, я лежу, пока молчу, а они стоят вокруг меня, мои друзья небесно разговаривают друг с другом, и я, ну какой же счастливый человек, теперь мы на земле, у меня такие друзья, которые не бывают на земле, только это подумал, как один из них подошел, и что-то сзади мне так раз и накинуло на меня некую такую полупрозрачную кисиню, и я перестал их видеть, всех сразу, просто тот мир перестал видеть, я вижу этот мир, так я одновременно тот и этот видал мир, а я только этот мир вижу, а этот, как бы огорчился, но не позволил себе сам огорчать, но зато я слышу их, и запахи, вот они, и все, кто-то опять подошел раз, и я перестал их слышать, о господи, ну хоть нюхать буду, этот совершенно неземной, потрясающий красавчик, еще кто-то, я в общем, мне несколько кисинок кинули, и я, вот он, в этом мире, опять в нем, ну и я лежу, прихожу в себя, уже каким-то образом перенесли меня в кровать, я уже в кровати, оказалось, уже накрыли меня, лежу, я думаю, кому я расскажу об этом, что там, слава богу, как странно, как благополучно для меня это закончилось, но теперь я знаю то, что как будто земля пополам раскололась, прямо космического масштаба катастрофы, для меня и моего сознания, моего понимания мира. когда мы видим другой мир. Да. Поэтому я пролежал некоторое время, еще заснул немножко, и потом подъем где-то там, полвосну, по-моему, утра был. Я понял, что если я умер где-то в час ночи, когда все это, раз, а то в эти пять часов, так вот и прошли, оно совпало с тем, что тело вот было такое вот отделеневшее. Вот. И я продолжил жизнь. Да, ангел сказал, что умер ты от того, что у тебя язва прободная в желудке, она очень необычной формой, так сказали, но это прободная язва, и сердце у тебя болело, потому что оно было с полузарядом, с окончанием нервов, прием, который имел выход, если есть такие нервы, то бы я не снял, соединяет, оказывается. Сегодня четко мне писали, сказали, что через 10 дней тебе пропишут особую микстуру, больше тебе не надо ничего, микстуру будешь пить, пару таблеток, и через 10 дней вы пишете, что тебе совершенно здорово. Прободную язву не оперировали? О, что поразительно, что мне сделали рентген, через несколько дней, через пару дней, нашли так называемую игольчатую язву, это такая странная вещь, в лукови... вот переход от желудка к кишечнику есть такая так называемая луковица, это когда желудок сужается, и вот такой вот, имеет такую полукруглую штуку, переход уже к кишечнику. Это у нас, естественно, те же динозрации. Вот луковица, это такое место, переходное, в котором еще есть проток желчного пузыря, желчного пещения, другой там есть проток поджелудочный, там много всяких выходов, куда впрыскиваются всякие гормоны, секреты, от желез, уже переварены в желудке пищи, в форме, и дальше она переваривается уже в кишечнике с этими вот секретными гормонами. И вот в этом месте у меня была удивительно такая распухлость в виде такой горький, такой вот, слизистой, сильно распухших, а в середине была тончайшая, толстая игла, такая вот, тонкая, насквозь проходящее отверстие. И когда мне делали рентген и застали мне пить такую кашицу, бор, называя, бор, бор, соли бора, да, соли бора белой, то они увидали, мы увидали, что бор не дошел, насквозь не прошел, не попал куда-то, что это не пропадная язва такая, что вот эта вот распухлость удерживала. И они сказали, что, знаешь, это очень опасно, потому что она может быть опрободена в любой момент, как я понял, она и была, то ли пропадена, то ли, но нерв уже был задет, который действовал сильно на сердце. То есть, именно самая язва-то убрали? Дальше мне прописали, сказали, давайте посмотрим немножко, будем оперировать или нет, потому что, говорят, в общем-то, это редкое явление, такая форма язвы, игольчатая ее прямо назвали, так игольчатая. Я начал пить, и когда мне сделали второй раз, рентген, как ни странно, через буквально 10 дней, сказали, все, заживо. То есть, то есть, вот это все выписали, я вышел из больницы, и, да, ну, вот видите, контекст продолжается. Я, было мне предложено, один из ангелов подлетел, он говорит, я посланник, объяснил мне, не сразу знаю, что он писал, это он от Бога. Ангел переводится посланник, то есть, там еще, сказал, что Господь, спрашивает, что ты просишь перед тем, на земле. У меня ангелы стали подсказывать, что веру, надежду, любовь, многие другие вещи хорошие, молитвы, там все. А я, уже прощенный, уже, уже, опять начало проявляться моё несовершенство, потому что я, Бог меня не простил, гряди, как тому молодому человеку, а для покаяния еще отправлял на землю, поэтому мы несовершенство начали тут уже, в качестве, как бы, защищенного от страданий. И опять, я стал просить, пусть Господь, Бог, вот, если бы дал мне возможность лечить людей одним прикосновением. И только ангел, один только говорит, он не знает, чего просит. Не знает, чего хочет. Нет, потому что, оказывается, одним прикосновением, это уже надо стяжать Духа Святого, уже быть учеником Иисуса Христа, уже пройти покаяние, которое я еще не прошел, а у меня пускали, для покаяния. То есть я просил быть тем, кто перескочит через все эти вещи, а я не, я должен был до покаяния. Поэтому мне нужны были и те свойства души, просить у Бога, или свойства моего умения, которые позволили бы мне пока не пройти. Но в итоге мне дали, я не буду сейчас говорить, потому что оно еще все действует, и все существует, но некие свойства мне, конечно, были даны. Уже по воле Божьей. Уже я просил, да, я просил то, чего не должно быть. И поскольку я хоть немножко был согласительный, там на небе можно было сосредоточиться на покаянии. И прекрасно понять, что сопутствует и что последует покаянию. Я бы сразу понял, что просить, но я настолько уже, понимаете, был готов, что я даже не стал в это внедряться. очень жалеться об этом, конечно. Но мне Господь дал некие свойства. Там, где-то посреди, что именно попросить, да? Да. Разумеете? Да, да, да. Дальше у меня, лучше если говорить в контексте, в ад я не пошел, но я пошел в места, где действуют злые духи. Меня туда тоже отпускали. Это поднебесное, так называемое. Поднебесное же находятся вот эти мытницы, но это на пути выхода душ из земной, земного бытия. А эти места, где поднебесные души не проходят. Но там попадают туда всякие существа, которые прошли, попали мытницы. Дело в том, что многие человечки души сразу же согласаются. Они говорят, ой, вот оно, оказывается, какое там потусторонний мир. Потусторонний мир. Ну, это тоже хорошо, что ли? Нет, ну, если уж предлагают бесы сотрудничать с ним, так я буду сотрудничать, а бесы предлагают. Понятно, что предлагают. В блудах, например, так сразу в блудах давай заблудим там всеми. Только их учат уже, это блуды какие-то зверские, какие-то ужасные, это уже нечеловеческие. То есть, кому-то кажется, что тоже это хорошо. Да, некоторые прямо соглашаются, идут туда и пополняют ряды бесов, только уже в виде человеков таких, потрудничек. Поэтому я могу сказать, что очень много людей, которые, прикидывая здесь на земле добросположенным, в самом деле, склонны к вот этому неземному существованию. Известно, сатанисты существуют. Да, и не только сатанисты. Многие не будучи сатанистами еще, чтобы, так сказать, и там все вот конформисты, они тоже потом благословим конформистом умеют построить. Ну, раз так вот, знаешь, как сейчас придет какую-нибудь террору в эту страну, и они будут служить террору. Я только видел, что есть весьма опасные на земле специальности, которые потом будут использованы бесами для того, чтобы прямо взять чеку в свои ряды. и одно из них это противостояние одних людей своего народа, своему же народу, если говорить напрямую. Дальше не хочу говорить. Это конформизм особого рода. Когда ты берешься и говорят, ты честный человек, честный, тогда дадутся еще вот, вот это нечестное. Откуда ты знаешь, что он нечестный? Ты с ним говорил, а ему уже руки завернули, уже повели. Вот это вот, это ужасная вещь. Просто дальше Иссы очень много имеет поводов такого человека взять свои. и он уже царствами не видит. Да, к сожалению. Поэтому эти думы, что спасаются, не так уж и говорить, что... а вот с такого вопроса, как бы, из твоих ощущений, которые там было, давно такой напрашивший свой вопрос, сейчас мы, как бы, в своем физическом теле, то есть мы ощущаем там наше прекрасное лечение, и прочее, прочее. А душа, делившись, она же не обладает даже такими чувствами, как наше прекрасное тело. Вы знаешь, я уже прочел это не в нашей книгах, правда, а в книгах всяких, так сказать, мирских, мирских всяких таких исследований, которые нас, церковь, не признает, и, в общем-то, правильно, что не признает, но и наша церковь не объясняет многие вещи. Есть такое астральное чувство, когда человек, когда душа уходит, она чувствует все, еще лучше чувствует, чем тело. Тело я могу почувствовать все частно, когда прикоснусь к ней. Астрала-то немножко это не нахождение там на небесах, это несколько другого. Это в любом месте нахождение, несовершенной души, несовершенной души, непрощенной еще Богом. Но важно другое, что люди, которые, натренировавшись, могут выходить при жизни из тела, они могут нюхать, что бабушка в Америке его там готовят, и по мюхам сказать, и что там. Я не к тому вопрос хотел тебе задать. Вот уже как бы попал туда уже в виде души, то есть бесстелесной, да? Вот. А как там, скажем, в ад ты попал, тоже в бесстелесную душу не попал, правильно? Я покажу. Мне... С брендом же тебя попал. Но там есть особая власть у духов зла даже, схватить тебя за руки, и твоя бесстелесная станет как бы телесным. А как же они тогда терпят все эти вот мухи, там скажем, вагон бросают, там варят, жарят там, раздирают, их разрывают, как душа тут. Страдает, совершенно очевидно. Так же физически, как наше бренное тело, да? Да, и даже глубже и посерьезно. Физически тоже. Боль физическая, совершенно однозначно. Ощущения совершенно другие там. Нет, не совершенно. Моральные ощущения? не моральные. Настоящие физические ощущения тоже есть. И моральные есть. Поэтому, например, ангелов вот этих пашек воспринимаешь как подлые, гнусные, совершенно неприемлемые для человека. Это страдание моральное, ужасное просто. Хуже человека, хуже физическое. Ну и физическое. Огонь, например, в этой самой ваде, он очень болезненный. Может, просто говоря, имитация эта боль. Да нет, это... А вот мы чувствуем это боль, как он. Думаю, что тело чувствует. Чувствует нервы. Может, чувствует. Не совсем мозг, а через мозг, мозг это компаратор такой. Душа через мозг чувствует. Душа чувствует. И душа чувствует боль-то. И эта боль, может быть, не через тело приходящая, прямо через те энергетические каналы, которые душа использует для воспринятия вот этих репутов от тела. И этот опыт сейчас, например, многим уже известен, что может тело заставить вообще ничего не чувствовать. Совершенно. Вот понятно. Вот, например, давайте так, я вернусь опять к небесным, когда мне начали... Райские, может быть, расскажу, а вот поднебесные испытания я вам расскажу поподробнее, чтобы было понятно, что это происходит. Например, в Евангелиях есть место, я уже потом это читал, в те 20 лет я Евангелия не читал так. Например, где червь их неумирающий и огонь неугасающий. Господь говорит, если тебя соблазняет гластво, рука твоя, нога твоя, то лучше вырви и выброси, чем попасть в гену, где... Это в какой Евангелии? От руки. От руки. Да. Так вот, червь неумирающий мне показали его, и даже я его испытал на некоторое время, его действия. Ты вот так получил? Да. Поскольку... Я говорю, ну что, червь, ладно, я раздавлю его, да разорву его, да не дам. Пришел, Ангел принес вот такой вот размер, какой-то странный червь, очень умного, как бы сказать, поведения. Интересно. Когда он хочет боль сделать, он растопыривает какие-то свои такие иголкоподобные чешуи, он тут же перескочил мне на руку и вошел внутрь руки, как, не знаю, и пошел там поползти. Володя, это такая ужасная боль. Во-первых, чувствовать в себе чужую, как бы, волю к действию и конкретное действие, а он еще растопырил эти колючки, и он прет там через эту руку мою. Боль? космическая какая-то, страшная, ужасная боль. А он тебе ползет, и что хочет там что-то выедать, что-то делает, что-то меняет, меняет, как я понимаю, он для очищения запущенный, для мучения, через мучение очищения. Ну, мука совершенно невероятная. Я не знаю, как еще назвать ее, как можно. Слов нет просто. Ужас. То есть, конечная цель такая, запустили тебя и не вынули. Я понимаю, что это человек, который все-таки, мне кажется, мне кажется, я так чувствую, что это для какого-то, через какое-то время, которое не время, потому что там каждое мгновение этой боли это не целая бесконечность. Вот. Но когда-то, видимо, приходит момент, когда взымается этот человек, и человек более-менее очищенный, освобожденный от чего-то. Надо же тоже буду понимать, через сомнения, точек, через там еще какой-то тебя точить. Я думаю, что и через вот эти вот части души, которые научились сомневаться, им тоже может быть такой вот запущен, который целенаправленно будет ту часть души, сомневающейся, каким-то образом мучить. Еще раз скажу, есть такой черф, этот черф для меня был показывать где-то 15-20 сантиметров, вот такой в диаметре 3 сантиметра примерно, подвижный, могущественный в душе человеческой, видимо, грешный и приносящий ужасное страдание, которое выключает совершенно чувство времени и кажется, что каждое мгновение это бесконечность. Может, это просто символ такой показали? Нет, это не символ, это реально существо, реальное существо. То есть, он существует так или в нашем мире? В нашем нет. И вот там, когда Господь уже определяет, понятно. То есть, это одно из испытаний, что ли? Да, одно из мук. Да, одно из мук. Да. Другая мука это обжигающий огонь, он имеет еще и психологическую окраску ужасной угрюмости, черноты какой-то. И хоть он огонь, но он вносит страшную безнадежность в человека и ждет еще его. Ждет тоже. Каждый ожог это тоже какое-то мгновение бесконечности. Как это сказать? Вот так вот. Сейчас, допустим, что если ты в отечке мышка нам капнула, ладно? Мы заговорим о таких вещах, которые страшно вспоминать. Минанса и ценность это как будто храним. Минанса и ценность это как будто храним. Чудесно слышно. меня подвели к падшим ангелам, для того, чтобы я хоть немножко научился общаться уже на земле, когда они будут приступать к мне, чтобы как-то противостоять, ну, какой-то выработать стереотип для начала хотя бы отношения. они мгновенно меня ввели в состояние небольшой дискуссии, тут же предложили некий такой шуточный спор, якобы шуточный, потом оказалось не шуточный. Потом в этом споре, буквально выиграв в двух-трех каких-то манипуляциях таких, совершенно очевидно, казалось бы, я проиграл все, потом предложили поставить что-то большее, и в итоге я понял, что скоро душу предложить, мне проиграть тут же. На перст, да? Да, причем эти наперстки уже не в наперстках, а в любой ситуации жизненные они это делают совершенно свободно, и человек, который не понимает, насколько умнее без человека, он попадается на все стороны, затягивает, совершенно, совершенно. И милость Божия, что человек, все-таки, войдя в церковь и покаявшись, например, он может опять вернуться к какому-то состоянию, в котором может бороться и снова. Но люди, которые склонны к игре или к всяким таким испытаниям на авось, безобязательно их... Дай Бог, чтобы она никогда не заступила. Ну, как сейчас называют, игровая зависимость, да? И игровая, да, и вот алкогольность, на авось пронесет, попью еще, на фонтик еще раз уколю. Вот эта вот авось, авось, вот эта вот игра, выиграть, не выиграть, это чисто бесовского происхождения вещь. и такой самый обман, что я в любой момент могу это бросить, да? Да, да, да. Ничего подобного не бросишь. Тебя опять зацепят, и нечувственно почти выведут на новое состояние, потом ты опять будешь уже привычным, опять бросить, да, тут-то уже точно я, и опять не бросить. Все наркоманы говорят, что до этого момент могу это все бросить, Все верно, да. А в итоге... В итоге я очень много что-то уже начал проигрывать, когда меня ангелы буквально за руку оттащили, сказал, ну ты... Я когда пришел, себе говорю, да, теперь я чуть-чуть понимаю, но если бы не понял, что мне дальше делать, начал понимать, уже... Ты что-то глядал со стороны все-таки, да? Да, 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 это очень, очень... Это уже лукасство, понимаете, это уже зло не начинает проигрывать, когда нужно уже проигравшего брать отдать, а это лукасство такое, дружеское, похлопали, да все быстро, так лихо. Ангелы отняли, когда только один из них, там, из этих, один из князей кричал, уже очень угрожающе, да ты же это я жду, сейчас мы с тобой тут, если бы я был один, то все, захомутали бы тут же. Необычные ситуации. Конечно, конечно. Вот. Ангелы бывает, если человек решается на многое, то и сразу показать некие события изнесения креста, как события жизни на земле, которые будут посвящены Богу, неприятные события, которые нужно перенести, вынести. Они, может быть, предложены человеку, как несение креста. Это еще не само распятие, человеку, не само страдание, а несение креста, как страдание. Ну, тут, вот, человеку надо соглашаться на несение креста, но он тоже многие не соглашаются. Вообще, очень много людей, которые даже доходят до общения с Духом Святым и отказываются дальше. Очищаться, укрепляться и предуготовляться к страданию, потому что страдание одно связано с умиранием к этому миру. И умирание совсем не такое, ох, я вот отхожусь, это и есть умер. Нет, это совсем не так. Это очень болезненный состояние, когда человек умирает для мира, а потом может умереть и для тела. Многие арскеты умирали и телом. И Серафим Саровский, например, Газгоровский уже давно умер для мира телом. Это особые действия, особая процедура такая умирания, когда тело действительно находит в мгновение, отмирает, и душа выходит из тела и из распятого состояния в теле становится свободной. С этого момента начинается, появляется возможность призвать Духу Святого и он придет. Для этого нужно умереть и для мира, и для тела. Вещи серьезные, аскетические, которые почти-почи нигде даже не освещаются сейчас в нашей мире. В нашей мире все, дай Бог иметь то, что имеешь вообще в себе про-человеческое. Если бы не посчитать настоящим человеком Сына Божиим. Прошло много лет, я закончил институт, кончила лицо на приборостроение. А, ляп? Да. Хороший. Когда я попал в Москву, в аспирантуру, выяснилось, что уровень ляпы это для оканчивающих это выставки, это где-то третий курс. на первые. А, эндометического? Да. Да, это тоже. Это очень высокая школа. Львов, это и там вообще школа. Да. Кузнецы. Да, да, да. То есть в Москве собрались, конечно, удивительные высоты научного мышления учителя, которые создали великолепный мировой уровень школы. физики, вообще любой прикладной науки. И химии, математики. Я переню тебя, извините. Все же после того, как ты вот как бы там попал, вернулся, и ты же так сразу не пришел к Богу, то есть не пошел там, не покрестился и не начал там служить, там, ты продолжал свою высшую мирскую жизнь. Мир очень быстро захватил. И с помощью тех же самых невидимых весовских уловок довольно быстро мне опять ввел старые отношения, которые уже немножко по-другому строил. Конечно, в основном все-то забылось, да? Нет, не забылось, я имел в виду, отодлилась, совершенно верно. Но, с другой стороны, я помнил, что придется мне действовать уже, не то, что придется, а я начну действовать, когда пройдет примерно 15 лет, через 3 года, через 4 года. срок был дарен, да? Не в крыму, или... Не то, что срок, что надо действовать, а что я перестану бояться говорить об этом, через 15 лет примерно. Если считать, например, это 68-й год, ну давайте, 78-й, где-то 80-й год, 81-й год. А вот как бы твой путь, там, покаяния, ты же должен был начать свой путь покаяния, для чего тебя... Но оказалось, что покаяние по-настоящему это исправление образа мыслей. Он у меня постепенно и довольно, так сказать, систематично исправлялся. Я начал собирать факты с жизни, складывать их уже по-другому, формируя свое мировоззрение. Но ты считаешь, ты сам осознан это... Начали сам покаяния? Или тебя кто-то направлялся? Нет, начали сам. Начали сам. И довольно долго. То есть я после этого сам... Я кончал институт, отработал некоторое время, поехал в Москву, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. И отработав уже после диссертации некоторое время, вдруг почувствовал совершенно ясно, что я сильно не прав, продолжая, как бы сказать, строить свою карьеру. Не твой путь ты подал, да? Нет, это... Он мог быть и моим путем, и я, в общем-то, многие вещи делал и успешно делал. Вот. Но что действительно это не путь к Богу и к небу. К небу и к Господу Богу. А что путь к Богу и к небу связан для учения, через церковь, для учения. А так это, в принципе, обучившись основам. Дальше двигаться приходится уже даже самому, потому что и многие вещи в церкви не озвучиваются в той мере, в которой надо было бы озвучить. Ну, такая даже жизнь, да. Нет, у нас хранилище великолепное, совершеннейшее хранилище всех преданий, всех знаний. А вот как они занимаются для использования, вот эта вещь актуальна, конечно. Ну, это... Давайте не будем это делать вот вопросом нынешнего, обсуждательного. Кто интересуется, тот может взять, изъять и использовать. То есть, так скажем, это не широкая глазка эти знания, да? Да, не широкая глазка, совершенно верно. И многие просто должны сами проявить довольно много упорства, чтобы получить эти знания именно и использовать их уже как умение. Сами знания не спасают, естественно, не спасают умение. А дальше общение с Духом Святым это уже общение с Богом, которое тоже описано в какой-то мере в церковных аналах, но в житиях святых. Но опять-таки сёстры уводятся к личному опыту. Ну вот и через где-то лет 10-11 я взял, уволился из института, пошёл в церковь, выступил с Истокшим. Лавру. Вот сюда к нам. Так всё просто. Лавру, Троицкий собот. Не просто. Мне пришлось просить одного священника, чтобы он дал рекомендацию, чтобы подвёл, чтобы сказал, что он гарантирует мою лояльность и отсутствие верных привычек. Совершенно верно. И меня приняли. Включили в череду сторожевое где-то раз в 4 дня служить. 30 лет уже? Да, уже было за 30 лет чуть-чуть. А я стал так вот сторожить. Естественно, это было интересно и приятно, потому что я уже многие вещи ждал. Однажды, будучи сторожем при входе, вдруг пошёл один пожилой человек в таком старинном пальто, которое уже в то время мало кто носил. Это сатотроизм салон? Да, в лавру, да. Полный такой, один. С трудом он зашёл, я увидел, что он как-то так не очень уверенно двигается. Он так довольно громко, ну, приподнятым, то он спросил, а где здесь сторож, чтобы услышали? Я вышел из своего запутката, говорю, я сторож, что вам угодно. Он говорит, хотел бы, чтобы меня вы провели к одной иконе, к другой, к третьей, назвал иконой, которую я знал и провёл, а который он спрашивал, не знал, он сам говорил, направо, налево, там вот, я подводил, увидел, что он плохо видит. Потом мысли, что у него катаракты были на обоих глазах, одна сильная, другая еще не созревшая, но увидел он действительно уже плохо. Когда я подводил, он стоял, немножко молился, целовал, дальше просил вести. Так мы обошли с ним весь храм, терпели в это все, но быстро, не особо усилить и не надо было проявлять. Я только боюсь, что подойдет воевая служба, например, но он пришел так, что он говорит, я хочу в алтарь, пойдем-ка, иди в алтарь. Я говорю, да нельзя в алтарь не пускать. Все равно да иди до алтаря. Я его дойдем до алтаря, он примерно шел, понимая, туда, смотря, вот раз, вдруг подходит к двери, там вот такое помещение перед алтарем есть, панамар, открывает дверь таким уверенным жестом и идет туда, и говорит, нельзя же туда. Говорит, постой здесь пока. Я стою, смотрю, он входит в алтарь, садится в кресло, в котором митрополит там сидит, и смотрю, к нему алтарники бегут и говорят, владыка, благословите, и он всех благословляет, оказался архиепископ. А чей? Этой же епархии заместитель митрополита называется викари. Ничего себе. Да. Это вы до этого не знал? Не знал. Дело в том, что он тогда был довольно сильно болен глазами, и что у него были катаракты, одну готовили на операцию уже, а вторая, и он не ходилак был в короткое время. А где тот сторож? Позовите-ка его. Меня позвали, я пошел, болтай, благословляю, поди, поди, болтай, поди, благословляйте. Говорит, как тебя зовут, Сергей? Да, да, Сергей, слышал, о тебе, Сергей. У тебя же высшее образование. Высшее образование. У меня нет сейчас секретаря личного, вот очень бы хотел, чтобы кто-то мне помог, потому что я плохо вижу, мне надо письма писать, отвечать, много делать. Согласен? А мне все говорят, ты за что согласен, согласен, а мы все повторили. Я говорю, Владыка, ну если я справлюсь, конечно, и все, он говорит, ну, поможу, помогу, справишься. Ты-то согласен? Он говорит, согласен. Твоих домашних не будет там, против тебя себе выступали. Говорит, домашних уже поуступали, смеялись с тем, что я из ученых стал сторожем. Я говорю, ну, вот, вы же секретаря у меня. И в итоге, уже, через два-три дня меня освободили, я пришел к нему, он меня взял в секретаре, и начал быстро-быстро меня вводить в курс дел, ну, чтобы я понимал, откуда письма, какие, что, как, чтобы все. Не образился там. Да, не просто делал, просто читал я ему эти письма, он тут же говорил, диктовал, как писать, чтобы я писал, потом у меня, что-то уже низкий ответ, он подписывал, там уже только эти письма, от печати, там все. Ну, в общем, дело пошло. Более того, я должен был с ним гулять, я с удовольствием гулял, там у нас есть такой архиерейский садик, недалеко, как раз от забора. И он много вещей мне рассказывал, уже обучая меня, обводя, вот, вот церковля это называется. И буквально, вот за год-полтора-два, он так вот церковил, и обучил, что я очень многие вещи, естественно, я пользовался его библиотекой, он мне сам подсказывал, какие книги читать. Я узнал многих авторов духовных, которых раньше не слышал. Вот это все, естественно, как-то прошло сильно, что такой архиерей, как у Атыка, это был архиепископ Миле Тома. Это совершенно уникальный был, учитель, который учил лично, прямо на давая. Он был архиепископом, что ли? Он был архиепископом. А у митрополита тогда был Никодим? Антони, сразу после Никодима. А, уже после Никодима? Да, сразу после Никодима. А, да, уже Никодим же умер, это за 71-м средства возглавия. Антони был, я скажу, с конца 70-х, и начало 80-х. Но он умер после того, как вот приезжал к нам архимандрит, архиепископ, Критский, Макариус был. Да. И мы после этого визита, сначала, по-моему, наш петрополит был, а потом Макариус. Они в один год умерли. В 56-х летах было. Молодой еще был. А потом был Антони уже, да? Да. Ну, а потом, значит, и сам... Ну, и некоторое время, пришло время, когда я попросился домой, уже несколько месяцев, я у Владыкислову там, жительный год, познакомился со всеми, естественно, со всеми его окружениями, более-менее. Однажды я вернулся из дома, и тоже был зайти к нему, как полагалось, постучаться в дверь, сказать, молитвене святых, богословить. Господь богословит, всех не заходил. Там я захожу, он берет, сидит на низком студии, пожилой, лысина розовая, седые волосы, спиной ко мне, настучался со стола, со своего старинного дуба, уберет книжку, вот так махает, говорит, смотри, что мне принес, и один из его приближенных, принес книжку, вот эту самую, издание «Жить после жизни Молди». Я казал, что этот молодой человек, это рассказывали о Молди, не называя имени. И первая книга, это совершенно честное описание нескольких секунд пребывания любого человека в клинической смерти. Другое дело, помнят они или не помнят это, потому что это как шок воспринимается. Но те, кто может вспомнить, они всегда вспомнят одно и то же. Полет через тоннель, свет, оказывается, опять рядом с темным местом, где тело находится и все вот подобное. Молди писал первые книги в своих совершенно честно, как честные ученые. В дальнейшей книге там уже очень сильно влияние и людей, ну церковь там на слово лет, и всякие там, темные силы и люди не всякого светлого ранга, и, конечно, и духи зла, духи лукавства. А первая книга однозначно описывает праведность. И то, что наши некоторые пытались критиковать, они не знают, что критикуют, потому что они не испытывали этого. Но наша ображдалась? Да, 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 да. Ну, без благословления высших, как я понимаю, архиерейских благословений. Но еще раз говорю, первая книга не вызывает ни капли, ни сомнений. Другие, да, другие там нечего говорить, там много уже надуманного, придуманного. и... А вот как муж попал в лауты, в смысле духовную академию, духовные семинары, театры... Это уже, когда мне рукополагали, рукополагали меня без специального образования, я сдал экзамены, первый раз, все на пятерки меня не приняли. Не приняли, по одной причине, в то время они приняли, да? Семинарии не приняли, или поразительные. Да, потому что оказалось, что в то время были специально поставлены люди, называются уполномочиями. Вот эти уполномочия... Да какой же, это же ученый, у него не только институт, у него диссертация написана, если кончала аспирантуру, пусть работает дальше. Не вышло биографии, да? Да. Я сказал, скоже мне отрабатывать уполномочий. Он говорит, до конца дней своих. Вот таким образом. Рукоположили меня без его разрешения. То есть, это же архимандрит? Нет, я рукоположил Антоний, митрополит. А уже Антоний, да? Да. Пришлось ему довольно долго защищать меня от всех происков, которые пытались полномочиями своими помощниками сделать то, чтобы меня тут же и исключили это все. То есть, потом ты же учился в семинаре уже, будучи дьяком, да? Да. А потом все-таки я... Потом меня вызвал митрополит Алексей, который у нас сейчас, ну да, помню. И предложил быть строителем. Там мне пришлось все оставить и заниматься только строительством, потому что объемы работ были просто долгом. Но это уже не касается вот этих дел с клинической, со смертью и возвратом на землю. Могу еще рассказать о том, как одеты, например, небожители. И как это... Мне пришлось разговаривать, например... На том уровне небожители живут, да? Да. Это уже небесное. Давайте я расскажу немножко о небесном. А, давай. Я, конечно, очень просил ангелов, когда уже было мне разрешено вернуться на землю, сказано показать все, что, так сказать, болезно будет для дальнейшей земли. Я дерзнул просить, чтобы меня показали одного, или познакомили, как сказать, представили, и дали со стороны хоть издалека посмотреть на одного из ангелов высших чинов ангельских. Мне не стали называть имени ангела. просто они обратились и сказали подождем. И довольно долго мы занимались своими делами, когда вдруг раздался такой шум, не страшный, но могучий шум, и я оказался перед огромной высоты ангелом. Я стоял, он стоял, во-первых, он был поразительно красив. Он был красив своим могуществом, красив внешности, красив всем, что он делал. Он был очень красиво одет. Он был ростом где-то так с десятиэтажной, с четырнадцатиэтажной домом, если не выше. Я был чуть-чуть выше пальца его ноги. мне очень приятно общаться с ним. Да, это если бы мы были здесь на земле. Но оказалось, что я с ним разговариваю лицом к лицу. Как это? Это там возможно. И он со мной разговаривает практически лицом к лицу очень уважительно, любовно. Я сказал, даже уважение было там тоже присутствовало. Там любовь настоящая. Потому что относительная получается. Да, и в то же время я прекрасно понимал, что вот он, этот пальец. Когда я начал приглядываться к пальцу его ноги, я видал, что это неземная конечно. И нога неземная, и сандалия, которая была это все одета, и палец. Удивительное совершенство форм, красоты, и жизни это все насыщено. И чем больше я смотрел даже на палец его ноги, тем больше я мог смотреть и услаждаться этой удивительной совершенством, каким Господь сделал масштаб ангела, это как бы не физически был его рост, а когда у тебя показали, что масштаб его дел, вот так вот не сказал, типа аллегории такой. Нет, 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 аллегории нет, именно так, но там можно, будучи очень маленьким, даже пищенкой разговаривать практически лицом к лицу с Богом, даже, если Бог благоволит это. Вот это особое свойство, так бы сказать, не назовешь ни в коем случае слово демократ не скажешь, какой-то но некое выравнивание вот этих свойств небесных, как братья всех, понимаешь, как вот сработников Богу, как всех и размер есть, и он не давлеет и не никак, да, 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 вообще нет, Кроме одного, когда нужно включить могущество, он начинает влиять, но могущество включается со сверхсправедливостью, все справедливости Божьи, по воле Божьей. Вот, и мы с ним несколько поговорили, некоторые, он больше всего меня, конечно, как бы спрашивая, так, сам немножко так добавлял чего-то, очень любовно, любезно, и, ну, вот, боговейно со мной говорил, а в одном моменте он сказал, прости, дорогой, прости, дорогой, сейчас, и повернулся, и что-то очень властным движением так вот указал куда-то что-то, у него приказ некий посылал, но не тебе, нет, не мне, там где-то распоряжение, у него в этот момент шевельнулись складки одежды таким вот, и с них слетели молнии, и туда полетели, вот так вот, пальцем, указал, это было с таким определенным шумом, таким, могучим, я понял, насколько все это, потрясающе, что, если, если, если надо будет, то мгновение, и все подобные кучок энергии, да, настоящие молнии, одежды, на нем были совершенно красоты, опять, слов таких, и эпитетов таких нет, которые на земле, можно доту сказать, они имеют прямое отношение к его состоянию мысли, они каким-то образом выражают это все, если он собрался идти, то они определенным образом складываются на нем, если он собрался думать, они тоже определенным образом складываются, эти одежды, цветов, это единая сущность, да, цветов, совершенно тоже, насыщенных, красивых, в них можно вглядываться всю жизнь, и много жизни, все это переливается особым таким, светом, особой фактурой, что ли, если это бархат, то этот бархат небесного происхождения, понимаете, если это шелка, это шелка небесного происхождения, если это золото, шитое, там все, то ты тоже можешь смотреть на эту вышивку тысячами лет, и только удивляться, это же их классические крылья, да, они есть, присутствуют, да, они являются, не являются, они могут быть видимыми, могут быть не видимыми, это как он пожелает, он может стать просто без крыльев, в том же время, перед нем крылья эти есть, они невидимые, они как бы слушающие для передвижения, они могут быть прекрасно явлены, например, один ангел, когда уже на земле, он просто коснулся краешком, как бы пера, и оплакал сутки от умиления, потому что это такая была чистота небесная, и вот так. То есть еще могу сказать, что то, что на небе, оно, конечно, имеет совершенно другие категории, качества, чистоты, святости, в то же время, человек может быть приобщен в какой-то мере, в мире свой, в как-то свою меру. Эта мера позволяет ему, уцепившись, как-то и приняв себе вот эти капли благодати, дальше они его очищают, он увеличит меру общения. Вот с Архангелом мне пришлось говорить, потом недолгий был разговор, потом меня как бы благословил так, что он не дали шею, и так вот, шумом неким, раз и про, раз и про, я думаю, что это и был один из Архангелов, кто не знал, я не стал спрашивать, я просто не кирснул даже. Дальше, если говорить о, например, я хочу, знаете, что еще сказать особым, так сказать, выделив, что те, кто видел Матерь Божию, если они видели, так сказать, без долгой, аскетической жизни и не став еще, не очищены Духом Святым, то Матерь Божия является загадкой для всех этих людей, в том числе и для меня, тогда, ее девственность и одновременно материнство. У нее на лице написано совершенно ясно, и на всем ее облике, во всем движении, это Дева чистейшая, это Дева девственница царица, девственниц всех, чистых, святых, она над ними царится, она чище, святее ангела, а материнство и в то же время у нее на руках молодец, и она ему за руку может держать, он сказать, и рядом с ней может. Ее сын, когда совершенно очевидно, ты видишь, что это ее родной сын, и это у людей не укладывается в голове, то есть небесные свойства, вот эти вот, царицы небесные, совершенно неприемлемы для людей, думающих мирским образом и думающих, что только так дети могут быть у людей. И многие вещи, которые связаны у людей, там вообще их нет, вот я имею в виду, связаны с материнством, где-то рождением, там их нет, там другое совершенно. И когда я это все воспринимал, то у меня сердце и душа разрывались, потом я начинал даже думать, что никакой-либо там мистификации или обман во всем этом существует, поэтому мне не позволено было приблизиться, хотя бы притронуться к земле, на которой стояла Матерь Божья. Потому что то мирское, оно близко не подходит. Время наше подходит к концу. Поговорим отца Сергия за его приятную беседу. Спасибо, Господи. Пожелаю нашим зрителям хорошим и мир вашим домам. Итак, мы беседовали с диаконосом Сергием, миру достаточным Сергеем Евгеньевичем, вопрос задавал Владимир Абашевский. Всего вам всего доброго.